Пешеходные дорожки и тротуары, современное освещение, удобные скамейки и малые архитектурные формы – все это появится на новых общественных пространствах Коголыма. Вблизи торгового центра Мясне строят литературный сквер. Доминантой зоны отдыха станет скульптурная композиция с персонажами поэмы «Руслан и Людмила». Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Поэт Александр Пушкин – центральная фигура композиции. Рядом со скульптурой гений можно будет присесть на скамейку, вспомнить строчки любимых стихотворений и сфотографироваться, а также потереть на удачу золотую цепь на дубе том. Средства на создание памятника выделил благотворительный фонд «Лукойл». Было голосование, и люди проголосовали, что нужно вот здесь, в этом пространстве, организовать какое-то место, которое было бы, наверное, и интересно гражданам нашим, и чтобы можно было проводить какие-то мероприятия. И вот люди решили, что лучше здесь построить литературный сквер. Жителей и гостей города ждёт ещё одна современная локация. Между Ледовым дворцом «Айсберг» и культурно-спортивным комплексом «Ягун» расположится сквер дружбы народов. Он станет плодом реконструкции сквера имени Степана Повха. Уже расширены и частично выложены тротуарные дорожки. Подготовлена территория для будущей детской площадки. Бетон под скульптурную композицию. Новые тематические зоны скоро будут изучать иланги пасцы. Их обустроят на центральной площади после её реконструкции. Сквер «Варежка», «Северная ягода», зона отдыха для влюблённых, «Беличьи угодья», торговая площадь, охотничьи промыслы. Локации с такими заманчивыми названиями должны появиться уже к концу года. «Я думаю, да, есть где посидеть, в конце концов. Будет красиво здесь. А тут раньше ничего не стояло. И как-то глазу приятнее будет». «Ну, мы всегда рады чему-то новому. Как бы и так было неплохо, но если будет ещё лучше, это тоже хорошо. Чего мы ждём? Ну, ждём чего-то необыкновенно красивого». Это второй этап благоустройства, начатого здесь в прошлом году. Тогда обновили сцену и установили необычные арки. В Урае же всё внимание на патриотизм. Шестиметровая звезда, танк Т-34 «Победа», скамейки и тротуары установят в историко-мемориальном комплексе. Уже вырисовываются контуры будущего места отдыха. Появилось основание для установки дополнительной техники и часть пьедестала для арт-объекта. «Достаточно патриотичный у нас такой будет комплекс. Зона для фотографий будет выделена у нас для жителей и, в принципе, зона для прогулок. Также территория у нас будет полностью освещена и будет давать возможность нашим жителям прогуливаться вместе со своими детьми и делать прекрасные снимки». Реконструкцию историко-мемориального комплекса ведут по программе формирования комфортной городской среды и по соглашению между Лукоилом и правительством региона. По этому же соглашению формируется и новое спортивное пространство в Покачах. Здесь появится всесезонный корт. Летом можно будет заниматься баскетболом и футболом, а зимой играть в хоккей и кататься на коньках. «Все помнят этот асфальтовый пятачок, на котором люди использовали как парковку для автомобилей. Благодаря действующему старому покрытию мы немножко сэкономили бюджетных средств, благодаря чему удалось его просто расширить, выровнять. И на ней была возведена универсальная спортивная площадка, вторая в городе, которую мы получили с департамента спорта, как победители, как лидеры округа по программе ГТО». Торжественное открытие площадки планируется на день города. К слову, понятие «общественное пространство» появилось в 50-х годах, а сегодня страна переживает буквально бум их появления. Новые локации дают новые возможности для общения, отдыха, горожан. Это места, где можно забраться большой компанией. И с каждым годом в наших городах территорий, комфортных одновременно для молодежи, детей и взрослых, становится все больше. Ирина Гончарова, при содействии коллег, События.